Вот тут академик Черский, вот этот известный корабль, прибыл в порт, который находится в 300 километрах от Берлина, рядом с секциями газопровода Северный поток-2. 90 дней продолжалось его плавание, и все-таки прибыл этот корабль, который призван, я так понимаю, завершить строительство Северного потока-2. Но совершенно неожиданно появилась такая информация, что Германия не вывела Северный поток-2 из-под норм Европейского Союза, то есть не освободила его от соблюдения норм третьего энергопакета. Я очень внимательно читаю все, что я выписывала, потому что это настолько для меня сложно, что теперь я просто очень вас прошу, объясните, что происходит вообще вот со всеми вот этими вещами. Ну, давайте, сенсационного ничего. Начнем с этого, то есть Черский двигался долго в направлении Калининграда, потом пошел к Германии, потом, ну как-то вот я не вижу там какого-то аврального ура-ура, давайте бегом, бегом что-то строить. Значит, что означает решение немецкого оператора? Это означает, что вот те изменения к третьему энергопакету, которые были приняты в прошлом году, если я не ошибаюсь, то есть изменения к энергодирективе, они предполагают, что действия третьего энергопакета распространяются в том числе и на морские газопроводы из третьих стран. Вот Северный поток-2 как раз является таким газопроводом. Что будет дальше? Дальше, скорее всего, это решение будет обжаловаться. Если мне не изменять память, по-моему, суд Дюссельдорфа будут подавать, скорее всего, что будут подавать по этому поводу. Плюс есть еще там ряд возможных обходных маневров относительно того, то есть речь идет о том, что Северный поток-2 не может использоваться на полную мощность, то есть он должен использоваться на 50%. То есть в совокупности, скажем, исходные там 110 миллиардов кубических метров в год проектной мощности, они делятся на два, ну двух, я имею в виду, двух газопроводов, они делятся на два. То есть мы получаем один полноценный Северный поток и второй просто лежащие трубы. Это проблема для строителей Северного потока? Это проблема для инвесторов, потому что если вы вкладываете деньги, вы же рассчитываете на какой-то возврат прибыли и, соответственно, понимаете период окупаемости проекта, как вам вернуть эти деньги. Поэтому я думаю, что там как бы ни один «Газпром» будет судиться, потому что еще пятеро участников этого проекта, естественно, подключатся к этому процессу. И поэтому это длинный процесс. Почему я говорю, что нет ничего сенсационного? Потому что у нас все сейчас на газовом рынке, европейском, весьма спокойно. То есть нету никаких там колебаний, низкий спрос, экономическая рецессия, всем грустно, скучно, все спят, много никто как бы газа не потребляет. Соответственно, вся эта история может длиться, ну, еще год так это точно, без каких-либо там экономических и прочих последствий. То есть Северный поток-2 будет достраиваться, суды будут судиться. Там интереснее есть момент, там опять как бы у них возникла заруба с датчанами относительно разрешений. Вот, насколько быстро датское энергетическое агентство даст ответ на это. Там сейчас у них изменилось внутреннее законодательство и окончательное решение там завязано на Министерстве иностранных дел. Ну, то есть называется «Наша песня Горнанова». То есть они там будут разбираться теперь с этим новым судном, а можно, а не можно. Ну, в общем, идет геополитическая борьба, ничего не остановлено, но она идет как бы вот уже не в столь, как бы сказать, активном режиме, да, там, яростном. Все идет спокойно, то есть будем, что называется, будем посмотреть. То есть пока ни для нас, ни для России, ни для Европы это никакого существенного значения не имеет. Вот на данный момент времени не имеет. Валентин, вот скажите, пока все эти разбирательства и суды будут продолжаться, Россия может достраивать Северный поток? Или вот продолжить работу Северного потока? Нет, нет, это не важно. Может быть, будет только после вот утряски, усушки всех этих исков, согласования всех разрешений и всего прочего. Ну, с датчанами, им с датчанами надо согласовать, это безусловно. Как бы вот это тормозит строительство. А судебные разбирательства, они могут идти хоть два, хоть три, хоть пять лет. Это уже как бы, как будет срабатывать европейская судебная система, на ход строительства это не повлияет никоим образом. А вот с разрешением датчан, да, надо этот вопрос утрясать. Вот теперь еще один вопрос. Германия, которая так хотела построить Северный поток-2, почему же все-таки вот она пошла вот на такой шаг и все-таки не вывела? Или она обязана была? Или это, ну так, они должны были тогда либо просчитать это на старте, ну, почему тогда вот так случилось? Ну, это же процедура, ну, это же не Украина. Вот если нам это выгодно, да, мы эти суды, как бы, законодательство вертели в периода. Сейчас быстренько в парламенте переголосуем и все у нас будет по-другому. Или закон новый примем? Закон новый примем, да, что можно стать прокурором без образования. Мы же это все проходили, как бы. Поэтому вот принципиальное отличие европейской демократии как раз в соблюдении процедур. Они соблюдают процедуры. То есть, если объективно действие энергодирективы должно распространяться, оно будет распространяться. Если, как бы, стороны доведут, что, допустим, можно сделать исключение, для этого есть соответствующие юридические основания, почему речь идет о суде. Хотя, конечно, после Стокгольма там есть вопросы, как бы, относительно беспристрастности арбитров. Ну, еще раз, время покажет, в данном случае процедура соблюдена, пошли дальше. А, возможно, и было принято это решение для того, чтобы отбелить его, например, через решение суда. И такой вариант тоже вполне возможен для того, чтобы больше не было уже никаких оснований, скажем, снова вводить какие-то ограничения для Северного потока-2. Ну, это мы узнаем только со временем, но как вариант такой мы тоже можем рассматривать. Я читала рассуждения, интервью и мысли некоторых российских энергетических экспертов, которые говорят, что вряд ли Соединенным Штатам, даже если они усилят санкции против Северного потока-2, удастся остановить этот процесс. Но это, как бы, российские эксперты. Да, вот вы мне скажите, если Штаты все-таки как-то напрягутся и сделают усилия, то есть ли еще шанс, что Северный поток-2 будет остановлен? Я не вижу оснований для остановки Северного потока-2, во-первых, по деньгам, которые вбуханы в сам проект со стороны европейских компаний, а это, я напомню, порядка 5 миллиардов евро, ни по деньгам, которые вложены в строительство инфраструктуры уже непосредственно на территории Германии, Чехии. То есть там включился уже процесс, то есть там подготовлена вся и продолжает строиться инфраструктура, поэтому Северный поток рассматривается второй как источник поставок газа. То есть под это там заложены уже, как бы, ну, пошла цепочка бизнес-планов по разным участникам, да, по разным странам. Более того, это там существенно может повлиять на изменение маршрутов газа на самой европейской территории. Это тоже закладывалось в долгосрочные планы. Ну, давайте понимать, немецкий оператор газовый, он в его планах развития системы до 2028 года. Опять же, проведу параллели с Украиной. У нас, к сожалению, никто так далеко не заглядывает и не планирует. Поэтому, ну, то есть временные ограничения, как форс-мажор, да, определенные, как пролонгация проекта может быть, остановки проекта я очень сильно сомневаюсь.